Я как бывший государственный служащий очень хорошо понимаю вашу психологию. Я понимаю, что такое приказ, и что военнослужащий зачастую поставлен в такие рамки, что размышлять, насколько правилен приказ, нет возможности. Но что мешает вам просто действовать в правом поле и оставаться человеком? Ведь вы же не в пробирке родились. У вас есть родные, друзья, одноклассники. Вы что, так и будете до конца жизни уходить от общения и прятаться под балаклавами? Уже сделано очень много зла. А нам ведь потом всем вместе жить в этой стране, без Лукашенко. Неужели кто-то еще не понимает, что рано или поздно все тайное становится явно? Мы ежедневно получаем огромный объем информации о все новых и новых фактах нарушений законов. Проверка этих материалов – вопрос времени. Уже известно, как на самом деле в Бресте офицер особого отряда 5-й бригады специального назначения застрелил Геннадия Шутова. Сейчас пытаются высосать из пальца уголовное дело против его товарища и свидетеля трагедии. Мне интересно, следователи, работники прокуратуры и судья вообще понимают, что они творят? Очень много вопросов возникает у специалистов к действиям командующего силами специальных операций генерала Денисенко. Подчиненные ему подразделения применялись без письменных приказов и в нарушение большого количества законодательных актов, не позволяющих производить подобные действия в отсутствие официально объявленного военного положения. А оснований для введения такого режима нет. Генерал Денисенко поставил в очень глупое положение себя и сильно подставил подчиненных. Ну и совсем свежая история с генералом Муравейко. Я почитал биографию этого человека. Умница, отличник, золотой медалист. Такой специалист вполне будет востребован при любой власти. Человек возглавляет главное оперативное управление генерального штаба. По долгу службы он должен планировать операции по обороне страны от внешней агрессии. А мы получили информацию, что этот генерал планирует создание эскадрона смерти на базе 120-й отдельной механизированной бригады для физического уничтожения политических конкурентов Лукашенко. А всю 120-ю бригаду планируют активно задействовать весной в подавлении мирных протестов в Минске. Мы уже видели подразделение этой бригады на боевой технике в августе-сентябре. Причем офицеры рассказывают, что в город входила техника боевой группы с полным боекомплектом, включая снаряды для пушек и управляемые ракеты, и с полными экипажем. Реально мы все были в шаге от огромного кровопролития. Хочется задать вопросы генералу Муравейко и командиру 120-й бригады. У вас вообще есть юристы? Они визируют ваши приказы? Или вы в порыве рвения угодить главнокомандующему, готовы забыть все, чему вас учили в академиях, и пойти на любые преступления? Применение вооруженных сил внутри страны в условиях отсутствия официально объявленного военного положения – это военное преступление без срока давности. Потому что по закону о вооруженных силах в мирное время они могут привлекаться только для разрешения внутреннего вооруженного конфликта и обеспечения режима чрезвычайного положения. Но вооруженного конфликта у нас нет. А согласно закону о чрезвычайном положении, лишь в исключительных случаях, на основании указа президента, дополнительно к МВД, КГБ, внутренним войскам, МЧС, могут привлекаться вооруженные силы и другие войска. Но и в условиях чрезвычайного положения, которое не объявлено, войска нельзя использовать для разгона или захвата протестующих. Погранкомитет и вовсе может привлекаться только для охраны границы. А Лукашенко заявил, что пограничников на юге привлекали для деблокирования зданий. Очень хотелось бы, чтобы это понимали все, кого пытаются вовлечь в это грязное дело. Офицеры, я не призываю никого к измене присяги и конституционному строю. Наоборот, я призываю каждого из вас совершить маленький гражданский подвиг и начать все делать по закону. И очень скоро мы с вами будем жить в стране, о которой мечтали. И белорусский народ снова будет любить своих защитников и гордиться ими.